Добрый день! Сегодня мы продолжаем нашу рубрику под общим названием «Московская битва. Часть вторая». Сегодня у меня в гостях известный московский, теперь уже питерский культурист Роман Проценко. Рома, здравствуй! Здравствуйте, Роман! Сразу хотелось бы задать, наверное, основной и главный вопрос, который интересует всех зрителей. Ром, что стало причиной твоего переезда в Питер? Какие-то здесь проблемы, неудобства или же в Питере лучше? Нет, на самом деле, моему переезду в Питер способствовало то, что в Москве. Просто я почувствовал один прекрасный момент, что я как-то остановился в плане продвижения своей спортивной карьеры. То есть мотивация осталась, но в плане движения куда-то дальше я почувствовал, что начался застой. А плюс, непонятно, я не знаю, в некоторых моментах для меня судейство на соревнованиях, когда я начал становиться вторым. Хотя, как говорится, к хорошему привыкаешь. И после того, как становишься подряд восьмикратным чемпионом Москвы, и, соответственно, делаешь опять дарственную форму, но при этом проигрываешь, уже начинают закрадываться определенные мысли в голову. Вот, и поэтому я решил попробовать, как бы, свои силы в том месте, которое считается, ну, как бы, общепризнанно, что самая сильная, как бы, школа российского бодиблидума, да, не только российского, ну, там, в принципе, и мирового. Кстати, коль ты коснулся вопроса судейства, хотелось бы тебя спросить, как ты относишься к судейству российскому, в принципе, к московскому, в частности, к региональным каким-то турнирам судейства на них. Где ты считаешь судейство лучше, хуже, либо везде одинаково? Нет, на самом деле судейство везде разное, как бы, если брать те же регионы, то, ну, вообще, в общем, во всех, как бы, регионах, столицах, где-то на периферии, значение очень большое имеет человеческий фактор, то есть, как бы, люди всегда имеют свои критерии оценки спортсменов. Естественно, в городах крупных, таких, как Москва или Санкт-Петербург, там, Екатеринбург, да, соответственно, судейство, как правило, оказываются люди квалифицированные, то есть, люди, которые, допустим, очень много лет занимаются судейством и прошли какую-то квалификацию. Соответственно, здесь оценки, скажем так, более приближены к объективным, вот. А что касается периферий, то для них, там, это, как бы, прежде всего праздник. И они, как бы, воспринимают спортсменов, прежде всего, не в плане формы, даже, может быть, а как вот людей, которые просто приехали на праздник, там, красоты человеческого тела, вот. Потому что даже отношение публики к соревнованиям, вот на этих турнирах, как бы, абсолютно разное. А то, что касается судейства, опять же, мне кажется, что здесь очень много разных факторов, вот. И раз на раз не приходится. То есть, бывают моменты, когда, как бы, ну, все признают, что, да, судейство было объективным. То есть, к судям никаких претензий не бывает. Но, не знаю, за счет чего и почему, бывает так, что в некоторые периоды, там, в некоторые сезоны, то есть, судейство, ну, мягко говоря. Понятно. Ром, давай вернемся к Питеру. В частности, к питерской команде. Скажи, пожалуйста, всегда интересовал такой вопрос. Когда идет распределение спортсменов по категориям? Это носит рекомендательный характер? Либо, жестко говорится, ты выступаешь в этой категории, ты в этой, а ты в этой. Ну, вообще, как бы, изначально все спортсмены в своих категориях, они уже обозначены. Ну, ведущие, известные. Но все равно ты знаешь, есть. Да, да, да. Каждый, как бы, знает, где ему находиться. Но, если бывает такой момент, что команде надо принести очки, да, то, соответственно, есть смысл определенным спортсменам попасть в определенную ситуацию. Это понятно, но это носит рекомендательный характер или четко? Нет, это носит рекомендательный характер, но с таким расчетом, чтобы все это было четко. Понятно. Вот так. Вот хороший ответ. Мне нравится. Рекомендательно, но выступает там, где нужно. Да, Ром, скажи, пожалуйста, в Питере ты успел подружиться с кем-то? С кем ты общаешься из спортсменов? Как вообще атмосфера? Потому что в Москве, как известно, каждый сам по себе обычно у нас редко какая-то возникает. Да, в этом плане, как бы, Питерская школа, она более сплоченная. В плане того, что, как бы, я тогда считаю, что отношение именно к бодибилдингу, да, в Питере гораздо более серьезное, чем в Москве. И тем более ты можешь сравнивать. Ты долгие годы выступал за Москву, сейчас выступаешь за Питер. И тебе есть, что сказать в этом плане. Да, и как бы, в плане общения, там, отношений между ребятами, которые выступают от Питерской школы, да, очень, как бы, хорошие связи, хорошие отношения. Ну, там, как бы, по своей работе, соответственно, я провожу время в своем клубе, и, соответственно, приходится общаться с ребятами, которые там работают. Хотя, в принципе, очень часто, допустим, в наш клуб заходят такие ребята, как Дима Климов, там, Паша Кириленко, Сергей Зибаль, Саша Федоров. Ну, со всеми нормальные отношения вы общаетесь? То есть, как бы, все простые, общительные, и при этом, очень серьезные отношения, как бы, к Диму. Скажи, а вот с кем у тебя сохранились хорошие отношения из московских спортсменов, московских ребят? С кем ты общаешься по приезду в Москву? Ну, не считая меня, со мной, ты видишься часто, каждый твой приезд. Ну, вообще, как бы, я, скажем так, приезжаю в Москву достаточно на незначительный срок, поэтому, даже если при желании пообщаться, не удается ни с кем. Ну, да, по крайнейшим, по времени. Да, в плане отношений, ну, как бы, вот эта вот специфика московского бодиблидована, да, когда каждый стал по себе, соответственно, она, как бы, так и сохранилась. Вот, и общаешься только на соревнованиях, и то общаешься, можно сказать, в кавычках, потому что уже находишься в таком достаточно пограничном состоянии. Недообщение. Недообщение, да. Я тебя понял. Ром, еще такой вопрос хотелось бы тебе задать. Совсем недавно прошел Арнольд Классик, и, опять же, принимали участие в этом турнире питерские спортсмены. Из Москвы должен был ехать Игорь Лосев, но, к сожалению, у него не получилось. Как ты считаешь, в этом году вот любительский Арнольд, он был по всем категориям, ну, не в одной категории, а как на чемпионатах мира, Европы. Вот мне что хотелось бы узнать. Не приходила ли тебе в голову такая мысль, что любительский Арнольд может стать некой альтернативой, альтернативой и любишным Европам, мирам, с их допинг-контролями и так далее. Он стал неким высшим турниром для любителя, не считая гран-при и всего остального. Он, между прочим, стал уже таковым, к примеру, по другим видам спорта. Пауэрлифтинг тот же, силовой экстрим. Да, но, тем не менее, это коммерческое мероприятие, целью которого стоит зарабатывание денег. И чем хорош Арнольд Классик именно для любителей, то, что если ты подошел к турниру в хорошей форме, если ты занял хорошие места, то у тебя есть возможность просто заключить контракт с какой-нибудь фирмой спортивного питания, либо спортивной одежды. Кстати, вот я слышал, Андрей Сорокин заключил какой-то контракт. Ну, как бы он не заключил, но просто да, было предложение. И, соответственно, для вас очень хорошо. Круг спонсоров расширяется от чисто российских, которых все знают уже на пересчет, до всего мира. Это положительная сторона, положительная для наших спортсменов, мне так кажется. А вообще, в плане альтернативы, чемпионатам Европы, чемпионатам мира, не знаю, я думаю, все равно будет проводиться отдельно и то, и то. Но единственное, может быть, интерес к Арнольд Классику, если будет финансовая возможность туда ездить у ребят, будет выше, потому что там просто нет допинг-контроля. И поэтому можно, как бы, в своей возможности реализовать максимально. Все правильно. Все понятно. Раконички.